МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Это экскурсии по Модерну. — Да, всё просто. — И канал на Ютьюбе, канал «Русский Модерн». Как раз для этого канала вы снимаете седьмой сезон фильма. Я не знаю, как правильно, фильма, я не ошибаюсь, сериала. — В какой-то степени это сериал, да, он разбит на несколько выпусков. Обычно в одном городе мы делаем два-три выпуска. Вот по Кирову, скорее всего, будет два. — Вы сегодня как раз были в Кирове. У нас вторник, мы записываемся с Фёдором в понедельник. В понедельник Фёдор как раз был в Кирове, и были съёмки для вот этого фильма. Вы по городу гуляли, вы гуляли сами или с кем-то кто-то вас провожал, сопровождал? — Да, я традиционно ищу специалиста, поскольку все выпуски проходят, так сказать, в формате интервью, живого интервью в городе, где я задаю вопросы, а специалист, краевед, гид, искусствовед и так далее, иногда архитектор или волонтёр, он отвечает на мои вопросы, показывает объекты, которые мы выбираем с ним совместно во время съёмок. Вот сегодня это был Антон Касанов, краевед, экскурсовод, да, вот как раз... — Его наши слушатели знают хорошо, пешком по вятке проект, мы много о нём рассказываем, да. То есть с Антоном вы гуляли вместе? — Да, переформатировав, так сказать, его маршрут под модерн, который был мне интересен для очередной серии. — Ну вот модерн, это ваша сфера интересов, вы тоже экскурсовод, но вы, по-моему, это слово не любите, да? — Откуда вы знаете? — А я читала интервью. Ведущий, наверное, да, прогулок или лектор? — Я себя обычно называю архитектурный обозреватель. — Архитектурный обозреватель. — Как фэшн-обозреватель, только в данном случае архитектурный. — И гуляете вы по Петербургу? — Да, у меня есть экскурсионный проект по Петербургу, посвящённый именно эпохе модерна, собственно, которого у нас достаточно много. — Вот, Петербург богат, а Киров, мне кажется, не очень богат. Но в Кирове есть что посмотреть? — Ну вот магазин Клобуковых, скорее всего, может претендовать на главный объект, как я его назвал, вятского Арнуво. Да, с очень интересной такой изогнутой частью угловой. Вообще мне очень понравились архитектурные решения угловых зданий. Вятки разного периода и советской власти, и классицизма. И вот модерн тоже это прекрасно дополняет, иллюстрирует. — А помимо «Дома Клобукова», где вы ещё были, что вы успели посмотреть? Вы сказали, будет две серии. Ваши фильмы, по-моему, минут 25-30 где-то длятся. То есть вы так прилично... — В этом сезоне, скорее всего, сокращу до 23 минут. Мы как раз отсняли 46. Я думаю, что даже и резать ничего не придётся, потому что, в общем-то, всё чётко и ясно. Сегодня даже ни разу не выключился микрофон, что очень хорошо. Да, «Нео-Готику» мы смотрели эпохи модерна. Вообще шедевры архитектора Чарушина, с которым я уже знакомился в замечательном городе Сарапуле. И сегодня ещё раз познакомился в Кирове. Был просто поражён, что это действительно около 500 объектов, из которых 160, по-моему, это храмы. И, конечно, помимо «Клобуковых», да, «Нео-Готический замок», я, к сожалению... — Булачёв. — Булачёв, да. — Там, где наше ФСБ находится, да? — Так точно, да, ФСБ. Потом мы посмотрели, ну, среди других объектов перестроенный модерн. Соответственно, это «Клуб ветеранов». — На улице Ленина. — Удалось побывать и посмотреть даже каминные печи, которые я детально отсылал. — А то есть вы внутрь попали, да? — Да, меня совершенно спокойно пропустили, хотя была вероятность, что меня не пустят. Но меня даже показали подвал. Ну, так, в общем, мне понравилась сегодня фраза. Показывают мне подвал, говорят, ну, это раньше была пыточная, а теперь спортзал. Вот такая преемственность. — Так. — Вот аптеку мы посмотрели угловую, ну, такую рациональную. — Николаевская аптека, тоже на Ленина, да? — Ну, и, конечно, особняк врача Левицкого. — Здесь на Карла Маркса. — Да, с неоготическими элементами. А начинали мы на Маклина-3, с таким вот, с такого усадебного дома, с элементами фахверка. И в итоге, да, это было сегодня восемь зданий, про каждое мы говорили чуть более пяти минут, ну, плюс будут еще видовые кадры с пешеходных улиц, которые мне сегодня удалось тоже отснять. — Вы в Кирове были первый раз, да? — Да. — А вы вообще вот этой темой модерна заинтересовались, как так получилось? — Скажем так, это уже относительно далекий 2009 год, когда... — О, 12 лет назад, да? — Да, начинался. — Вы достаточно молодой человек. Это вы в школе учились еще в это время, наверное? — Да, в старших классах. И был тогда активно развивающийся петербургский архитектурный портал CityWalls. Ну, в общем-то, если в любом поисковике, будь то Google, будь то Яндекс, вбить архитектура Петербурга, архитектурный сайт Петербурга, сразу попадаете на CityWalls, который мы тогда... Ну, я заинтересовался этой темой, просто живя на петроградской стороне, которая является заповедником стиля модерны, просто глядя в окно, условно говоря, дом на нашей Ленина 28, думаю, какой интересный дом, почему о нем так мало информации. То есть мы собирали информацию по разным источникам, мы ходили по парадным, которые тогда были совершенно не изучены в поисках артефактов, таких как фитражи, напольная плитка и те же самые печи, с которыми я сегодня был очень рад повстречаться в Вятке. Вот, то есть как-то потихоньку это развивалось, как экскурсионные деятельности, почему я не считаю, как бы, экскурсионную деятельность своей основной, это больше деятельность исследовательская, просветительская, я бы даже сказал так. До экскурсии я дошел уже в студенческие годы, ну, просто чтобы можно было все эти накопленные знания еще реализовать. Появились экскурсионные фестивали, вот сейчас в январе, соответственно, со второго числа, будем гулять толпами, я надеюсь, по парадным, вот, изучать вот эти вот артефакты в моем исполнении и сопровождении. Я в группе ВКонтакте у вас видела экскурсию даже в ночь с первого, нет, с 31-го, получается, на 1 января, то есть в новогоднюю ночь, в час ночи вы предлагаете встречаться и идти гулять. Да, в прошлом году это прошло хорошо, было порядка 50 человек, в этом году немножко это осложняется тем, что, в общем-то, я поздно вечером 31-го прилечу из Екатеринбурга в Петербург и фактически сразу после аэропорта пойду на экскурсию. Вот, ну, может быть, я успею переодеться, это уже будет хорошо. И съесть новогодний салат какой-нибудь. И съесть, это мечта. Вот, так что примерно так, седьмой сезон, это как бы, вот, по-моему, 67-я серия сейчас. У нас самый коротенький был шестой, потому что мы отсняли 4 серии по Воронежу, потом у меня закончились деньги на съемки, вот, и Сызра неслали. Но в этом сезоне, я думаю, что будет перезагрузка Самары, Сызрани, и главная цель вот завтрашнего дня – это Кунгур, деревянный модерн. Это, получается, Пермский край, да? Да, вот сейчас я отбываю в Пермский край поездом 17-23, вернее, электричкой, потому что я везде перемещаюсь обычно на электричках, чтобы еще смотреть, что происходит по дороге. Вот, потому что помимо модерна, меня еще очень интересует железнодорожная тема, тема вокзалов, которых тоже, в общем-то, в Пермском крае достаточно много. Возвращаясь все-таки к Кирову и к модерну, как люди могут понять вообще, что здание – вот это модерн? То есть только по годам постройки или есть какие-то внешние признаки, по которым люди, далекие от архитектуры, могут посмотреть и сказать, о, это модерн? И чем вообще стиль модерн примечательен? Обычно про модерн говорят очень обтекаемо. И все-таки, наверное, его стоит больше выделять даже не как стилистическое течение, а как эпоху. Потому что тот же Булычев, как бы, ну, формально это неоготика. Но при этом он асимметричен. Архитектор, конечно, допускает вольное обращение с готическим стилем, уже превращая это в некий индивидуально авторский проект. И если говорить, опять-таки, достаточно обтекаемо, то индивидуально авторский характер, свобода, отсутствие границ в какой-то степени характеризует модерн, но не является в том числе его обязательным признаком. Потому что модерн – это в том числе эпоха массового производства. И если смотреть то, что у нас под ногами, да, плитка или ограждение, витражи, все это может дублироваться неограниченное количество раз. И появляются клишированные элементы. Но все-таки. Есть даже элементарные признаки, которые, вот если глаз наметан, как бы за 10 лет, понимаешь сразу начало 20 века и никак иначе. Даже вот такой, казалось бы, смешной элемент, и в Вятке я был очень рад с ним встретиться, его очень любит провинциальный модерн. Это три полосы с удлиненной центральной, так называемые вагнеровские каннелюры. То есть действительно… Это на стене, на фасаде здания, да? Да, на фасаде. Три таких же лобка. Центральный удлинен. То, что пришло из венского сецессиона. И то, что почему-то в провинциальном модерне очень излюблено. И вот на Клобукове сразу стало понятно, вот он, модерн, издалека уже эти каннелюры бросаются в глаза. Окна становятся больше, потому что одна из основных базовых задач модерна – это естественное солнечное освещение. В какой-то степени это игра с пропорциями, с объемами. Безусловно, растительная тематика, флористика. Это мы имеем в виду орнаменты какие-то, да, на домах? Орнаменты, да. Ну, безусловно, есть промышленная ветвь модерна, где, как правило, никакой флористики нет. Но за счет вот этой игры объемов, за счет окон разной формы, за счет их величины, мы, как правило, безошибочно понимаем, что да, начало XX века. То есть перед революцией ощущается действительно вот эта вот свобода стиля, новая игра форм, но в какой-то степени основанная и на цитировании. В предыдущих архитектурных этапов, вот, ну, опять-таки, возвращаясь к Булычеву, где удачно подцитирована неоготика, вписанная в призму нового архитектурного течения, то есть модерна. Вы ездите по другим городам, вы можете оценить сохранность вот этих объектов в Кирове, например, и где-то еще? Мы богаты вообще на наследие модерна, наш город? Ну, не сказал бы, что у вас его прямо много, вот, расстроило, конечно, что деревянного очень мало сохранилось, вот, деревянный модерн, то, что, зачем я поеду сейчас? В Кунгур. В Кунгур в том числе, да. Ну, как сказать, вообще в любом относительно крупном городе, который основан в древолюционные времена, он есть. И в Вятке, в общем-то, достаточно много, вот, так вот, если сравнивать, ну, вот, с какими бы городами, где вот совсем вот немного осталось, вот, в Перми, вот, в Перми почти нет модерна. Я сейчас поеду все равно через Пермь, но у меня нет на нее больших планов, потому что дом с фигурами, который и то не совсем модерн, но все-таки дом с фигурами, и тот на реставрации. То есть, дай бог, это парочка промышленных объектов, вот, и, как бы, совсем немного. Вот, да, в Вятке, безусловно, гораздо больше, чем в Перми, но, конечно, гораздо меньше, чем в Нижнем Новгороде. Уровень сохранности? А уровень сохранности, вот, принципиально разный как-то, на контрасте. Безусловно, мне понравилось ФСБ, то есть... Видно, что следят за зданием, да. Следят, и что вот этих крылатых, да, этих грифонов воссоздали. Которые были утрачены в советское время. Там внутри очень красиво, внутрь вы не попали. Ну, конечно, нет, кто же меня пустит-то ФСБ. Я даже так аккуратно фасад сфотографировал. Там иногда говорят, даже гоняют тех, кто фасад снимает. В общем-то, Клобуковы тоже магазин находится вполне в приличном состоянии. Ну, Смаклина, конечно, немножко хуже обстоят дела. Вот, арочки из красного кирпича на Спасской улице, в общем-то, привлекли моё внимание. Но, безусловно, кирпичу этот уже нужно реставрировать. Хотел сказать, хирургическое вмешательство ему нужно. Но в целом, сохранность неплохая. В общем-то, хочу провести параллель, например, с Тамбовом. Тамбовом, где очень колоритное наследие модерна, но большинство зданий находится просто в руинированном состоянии. Но, конечно, скажем, в идеале, идеальное состояние не Петербурга и Москвы, большинство объектов, это, конечно, Самара. Самара, музей модерна, в какой-то степени, да, единственный полноценный музей модерна в России, находится в Самаре, и там наследие, в общем-то, мало того, что велико, оно ещё поддерживается в должной сохранности, потому что модерн в какой-то степени стал символом Самары. То есть это как вот, ну вот если бы Рига входила в состав Российской Федерации, наверное, это была бы Рига, но если Риги у нас нет, то у нас есть Самара, скажем так. А в Самаре местные власти занимаются этим вопросом, да, потому что вы когда сейчас сказали про арочки и пореставрировать, я поняла, что наших активистов, например, ну у нас есть Том Сойерфест, да, который родом, если я не ошибаюсь, как раз, по-моему, откуда-то из Самары, да? Вот, да-да-да, они там начинали. Вот, есть ещё какие-то объединения активистов, но их сил не хватит на это, а в Самаре, видимо, этим власти занимаются всё-таки. В том числе, да, потому что, в общем-то, и в ведении Центрального музея находится и Музей Модерна, и, собственно, у меня есть знакомые волонтёры, активисты, даже вот есть такой Армен Рутюнов, у которого я, кстати, украл словосочетание «архитектурный обозреватель». Вот, у него даже там есть авторский проект с кофейней на территории музея Модерна, где чашечки с лучшими зданиями Модерна с изображением. Прекрасное дизайнерское решение, то есть, действительно, Модерн стал символом города, но просто действительно в вятке его, ну, не настолько много, чтобы делать из Модерна какой-то культ. Местный, да? Да, конечно, ну, не получится там сделать какую-то, как в Петербурге, серию экскурсий там по Модерну. Это можно сделать где? Серию прямо вот помимо Петербурга и Москвы. В Самаре на Минеральных водах, кстати, не был я ещё на Минеральных водах, но, тем не менее, там всё в огромном количестве. Саратов, Тамбов, в какой-то степени Нижний Новгород. То есть, там больше представлено, да, и в большем, в лучшем состоянии это всё? Да, в Нижнем Новгороде прямо, да, ну, как сказать, есть тоже объекты, ну, к чемпионату их, назовём так, подшаманили. Некоторые здания, вот самый, там, такой горячий пример на улице Пескунова и горный дом Троицкого. Меня пугали, что увидишь ты теперь жуткий новодел, ну, в общем, я даже впечатлился, новодел-то не очень плохой оказался. Более того, и скульптура использована от снесённого здания в нужных местах. Ну, так что, я-то думал, что его всё снесли, уже не будет никогда и горного дома Троицкого. Ну, сделали, в общем-то, вполне неплохо. У нас сейчас, Фёдор, просто такой маршрут туристический выстраивает для кировчан, кто не готов ехать за границу, у нас же сложные коронавирусные времена, но готов поездить по России, например, посмотреть на объекты Модерна. Фёдор, смотрите, вот по вашим прогулкам в Петербурге я вижу, что вы гуляете не только по улицам, вы гуляете и внутри, что называется, да, и вы сегодня тоже говорили, что внутрь, да, позволено заходить где-то, да, и в Петербурге вы, наверное, договариваетесь, не знаю, там, мне кажется, всё уже под кодовыми замками, нет? Ну, на домофонах, конечно. Но ведь Модерн – это не только вот эта внешняя часть, это ведь и внутренняя часть, да? Да, конечно, Модерн – это соединение внешнего и внутреннего, и, конечно, хотелось бы, ну, всегда, вот, мечта в любом городе – это посетить какой-нибудь интерьер. Потому что, насколько я понял, вот вятки с интерьером-то плохо. Это правда. Вот, поэтому, конечно, «Вишенка на торте» – это вот был клуб ветеранов, где хотя бы вот есть элементы обстановки. Они, конечно, ну, примерно ожидаемо, вот, как я и думал, всё будет зашито гипроком, и среди этого гипрока будут где-то печки. Ну, хотя бы… Гипрок, давайте переведём это что, это гипсокартон? Ну, типа того, ну, зашито такими, знаете, современными стенами, как бы, конечно, там вот уже непонятно, что это, чем было изначально, ну, то есть типичная такая атмосфера клуба, вот. Не сказать сельского, но клуба. Ну, вот, ну, вообще, небольшое спасибо, что они мне всё так… Я даже, в общем, не представлялся, документов не показывал, хочу печки посмотреть. Вот, пожалуйста. Просто проводили меня, в общем, по всему этому зданию. Печки в хорошем состоянии, кстати говоря, находятся. Скульптурная тема там на этих печах сохранилась. Ну, да, когда мы гуляем в Петербурге, конечно, шансов увидеть интерьер больше. Парадные у нас на домофонах, как правило, от домофонов, в общем-то, можно найти ключи. Там, где ключей нет, как правило, есть консьерж, и, в общем, можно договориться с некоторыми председателями ТСЖ. Безусловно, чем объект сочнее, скажем так, тем труднее туда попасть. У нас есть замечательный объект, где модерн представлен во всех красках. У нас очень мало особняков в стиле модерн, как бы, потому что строите… У нас это в Петербурге, вы про Петербург говорите. У Петербурга действительно мало особняков в стиле модерн, потому что, как бы, дорого строить. В Москве, да, особняк в стиле модерн – это нормальное явление. У нас, вот все знают, особняк Кшесинский, потому что политическая тема там затронута, и потому что Кшесинский. Но, в целом, да, их так вот не очень много. Есть замечательный особняк на английском проспекте, кстати, бывший проспект Маклина. Мне сегодня сказал Антон, что был проспект Маклина в Петербурге, и есть улица Маклина в Кирове, и больше нигде нет. И вот на бывшем проспекте Маклина, ныне английский проспект, которому возвращено историческое название, есть особняк нидерландского консула Дильдзе Фандерпальса, запечатленный в фильме «Господин оформителей», в 20-й век начинается, последняя серия Шерлока Конс. Это же Шерлок Конс. Да, и потрясающие совершенно интерьеры, занятые военным комиссариатом. И так вот, ну, очень редко так кого-то пускают, если это государственная программа. Ну, вот я, например, не могу уже так вот прийти, «Здравствуйте, я автор проекта «Экскурсии по Модерну». Можно я по военкомату экскурсию?» Покажу с камерой, да, и экскурсию проведу, так. Вот не работает у нас, к сожалению. За что я вот больше люблю провинциальные города, да, говорится, всегда проще. Даже если объект закрытый, можно так вот, ну, кто-то из разряда, мы же никому не скажем, ну, давайте мы посмотрим. И сто раз я без договоренности куда-то попадал, вот просто так. Я после визита в Смоленск, не говорил еще об этом, но вот сейчас скажу, я понял, что лучше вообще не писать никаких официальных писем никаким организациям. Запросы вы имеете в виду, да? Никаких запросов вообще не советую, потому что я даже полагаю, что если бы я оставил бы запрос в клуб ветеранов, что я хочу посмотреть печки, скорее всего, бы его рассматривали очень долго, и в итоге бы отказали. Вот, приходить надо с кондачка вот так вот изображать, просто совершенно наивного такого человека, туриста, что, ой, я знаю, что у вас печки, надо посмотреть, потому что в Смоленске, когда я писал там 500 запросов, чтобы мне показали Талашкина там, ну, в итоге они потом... Не показали. Нет, они показали, но столько было там этой бюрократии, там, два месяца что-то, а вот это снимать можно, это нельзя, это выкладываете, это нет. В итоге фильм про Талашкина получился кривой, потому что там что-то было нельзя вот говорить, что-то снимать, вот это вот начинается вот это все. Поэтому я люблю приходить, вот как я сегодня зашел в клуб ветеранов, просто так вот... Поздоровавшись и сказав, а можно я посмотрю, да? Именно так, да, вот, так что примерно вот такая ситуация. Когда вы примерно смонтируете этот фильм или фильмы, если мы говорим про два фильма? То, по всей вероятности, если я успешно доберусь... До Петербурга, к Новому году, так. Пилотную серию, собственно, Нижегородскую я хочу выпустить, как в качестве новогоднего подарка, 31 декабря, в ночь с четверга на пятницу, соответственно, ну, я уже пообещал, как бы... Вы будете где-то в дороге монтировать ее, судя по тому, что вы говорите, возвращаясь из Екатеринбурга в Кетербург? Да, я засяду в гостиницу и буду монтировать там. Потому что на 31-го у меня планов по ЕКБ уже нет, как бы уже только подготовка к вылету. Соответственно, на 31-го выйдет... Фильмы будут выходить ночью, в полночь, в пятницу, каждую неделю, если все будет в порядке. Первым будет Нижний, потом будет вторая серия по Нижнему, соответственно, это... Следующая пятница? Да, следующая пятница, и потом будет две серии. Покирову однозначно две, потому что там на 40 с чем-то минут, 46, по-моему, ну, вот это будет серединка января, ближе ко второй ее половине. Есть ли у вас возрастные ограничения у ваших фильмов, у ваших экскурсий, кстати? Экскурсий для всех абсолютно возрастных ограничений нет. Диапазон по возрасту всегда разный, разный абсолютно... Я извиняюсь, Федор, но у нас Роскомнадзор бдит, и все публичные мероприятия, которые мы анонсируем, просят как-то маркировать. То есть маркировку выставляете вы, я думаю, что это, наверное, 12+. Ну, совсем маленьким детям может быть тяжеловато, да? Хотя я встречал и детишек, которые, в общем-то, не хуже взрослых интересуются. Были у меня такие детишки, в общем-то. Хотя с детскими группами трудно работать, на самом деле, потому что надо еще приучать как-то, надо одновременно быть и нескучным, и как-то разговаривать на детском языке, это трудновато. Ну, да, поэтому 12+, это, наверное, то, что надо. Ютуб-канал тоже, в общем, для всех. Исключение составляет наш художественный фильм «Поморская повесть», который есть на Ютуб-канале, но которого я поставлю все-таки 18+. плюс не потому, что там какие-то непотребные сцены, дело в том, что мы снимали, как мы едем с товарищами в Архангельск, используя только пригородные поезда, и задача была ничего не упустить. То есть такой контраст красивой природы, и там, условно говоря, бывших уголовников, которых мы встречаем на вокзале, естественно, ничего не запикивалось, то есть речь, вот какая она была, такая и есть. В общем, есть нецензурные какие-то слова, поэтому 18+. Да, ну, в целом, да, такое артхаузное кино. А эти ролики, это все цивилизованно, культурно, говорим об архитектурном наследии, об истории города, даже о городских легендах в какой-то степени, об искусстве. Поэтому здесь, естественно, ограничений нет, эти фильмы для всех. В общем, январь, можно сказать, да, в январе серии про Киров выйдут на канале, на Ютуб-канале «Русский модуль». Да, 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 да. Опять-таки, будем надеяться, что к этому моменту ничего не сломается, не дай бог, не удалится, потому что, тьфу-тьфу-тьфу, были такие эксцессы, вот. Будем надеяться, что все съемки сохранятся. А вам Антон о чем рассказывал? Сейчас сказали городские легенды с вами, Антон делился городскими легендами какими-то, Касадовым? Да, ну, собственно, про Булачева, который пытался, насколько я запомнил, вернуть дочь из Петербурга, и поэтому подарил ей особняк. Про доктора Левицкого тоже там относительно. Его племянника, который пытался, да, застрелить губернатора, там бедный губернатор, мелькал, наверное, несколько раз за наши съемки, и все ему как-то не везло. Несчастный губернатор вот оброс легендами. Так что да, практически с каждым зданием было что-то связано. Ну, вот эти вот две мне запомнились. Я сегодня пока буду ехать в Глазов. Еще раз пересмотрю. Федор Грибков в нашей студии. Мы сейчас на рекламу идем и вернемся после небольшого перерыва. Возвращаемся в эфир. Федор Грибков в нашей студии, создатель проекта экскурсии по модерну. Федор в Кирове. Сегодня в понедельник мы пишемся, во вторник выходит программа. В понедельник Федор был в нашем городе и снял достаточно много материала о кировском сохранившемся модерне, вятском модерне, я не знаю. Слово «вятка» использует Федор, я говорю по привычке Киров, но, наверное, мы не поссоримся. Я у Федора хотела спросить, Федор вводит слово «экскурсия», не знаю, насколько... Да, нормально, нормально. Прогулки, экскурсии по Петербургу, по объектам петербургского модерна. И я у Федора хотела спросить, вот у нас же есть тоже этот проект, да? Мы понимали, как он создавался, мы видели, что с небольшого количества людей начиналось. Сейчас там вот эти истории от Антона Касанова, Пешком по Вятке, и еще у нас есть авторы, да, проектов подобных. Они пользуются большим спросом. В Петербурге, наверное, все еще более масштабно, потому что у вас, помимо местных жителей, есть еще и туристы. На ваши прогулки, на ваши экскурсии в основном ходит кто? То есть это все-таки местные жители или это все-таки туристы? Больше? Первоначально проект был заточен именно для местного контингента. В общем-то, есть, так сказать, постоянные гости, которые были даже не пять, не десять, а как бы не пятьдесят раз на разных маршрутах. Маршрутов действительно очень много, связанных с этой тематикой. Изначально проект был заточен на то, что вот мы сейчас попадем в неформальный объект. Я там договаривался, парадный тогда еще мало кого интересовали. Это не было интересно широкому кругу слушателей. Ну, как бы со временем тема петербуржских парадных, тема петербуржского модерна, она заинтересовала более широкий круг потребителей, скажем так. И, в общем-то, где-то вот с 2017 года на январские, конечно, на майские праздники в основном основной контингент это люди из других городов России. То есть это туристы, да, приезжающие? Которые, кстати, мне очень нужны, потому что не раз было, что люди приезжали из нужного мне города, а потом, соответственно, они у меня участвовали в проекте. А, то есть вы прямо вот там, на ваших экскурсиях в Петербурге, вы знакомитесь с теми людьми, которым вы потом в какой-то город России едете и снимаете фильм? Да, был случай, когда у меня муж с женой и семейная пара из города Смоленска. Значит, что-то мы разговорились. Я говорю, хочу в Талашкино там, хочу... Я говорю, через два дня приеду. Через два дня приехал. Вот. Так что, действительно, сейчас на праздники в основном это люди из других городов. Но, в общем-то, со временем, конечно, я больше так популяризировал всё вот это вот. То есть это уже не с таким сухим искусствоведческим уклоном, как это было изначально. А вы всё-таки, получается, для людей, погружённых в тематику сначала, да? Да, сначала для людей, которым интересна именно узкая тематика. Но сейчас я популяризировал вот модерн, и даже появились маршруты, которые немножко отходят от модерна. И летом хитом стала экскурсия, которую я поставил и на январские праздники, кстати говоря, по-моему, на 8 января. Дворами Петроградской, без использования проспектов. Это экскурсия, которая подходит всем. То есть в чём фишка? То, что почти нигде нельзя сделать, у нас можно. Проходные дворы через 18 улиц, ни разу не выходя. Да ладно, так можно? Можно. Мы все пользовались, конечно, в Петербурге этой возможностью, но чтобы пройти через 18 улиц? Через 18 улиц, там, ну, честно скажу, там есть одна дистанция, где всё равно приходится обходить, потому что там забор стоит. Но в остальном, действительно, то есть вот такой вау-эффект, что мы идём к метро Петроградская через 18 улиц. На каждой улице что-нибудь рассказываю, не только про архитектуру, про топонимику, там, даже про то, как я провёл детство на этих улицах. Поэтому тут от специалистов до туриста, который первый раз в городе хочет посмотреть неформальный Петербург, вообще, мне кажется, прекрасно. Больше взрослых людей, людей в возрасте там, условно, 30 плюс, 40 плюс, или больше молодёжи приходит на ваши экскурсии? Ну, скажем так. Тоже по-разному, да? По-разному, да. Ну, как бы, естественно, там у меня друзья до сих пор шутят, что опять ты там своих бабушек водишь. Это, кстати говоря, даже обижает, потому что, говорю, контингент разный. И многие почему-то думают, что экскурсии в основном это мероприятие, на которое ходят пенсионеры. Вот есть такое мнение. Мне кажется, что для Петербурга это вообще заблуждение большое. Да, да, конечно, есть, были экскурсии для пенсионеров от муниципального образования, я делал, действительно, были у нас волонтёрские экскурсии для пенсионеров. Но в целом контингент действительно разный, тут трудно сказать определённый возраст. Вот летом действительно в основном были студенты, вот из разных городов, которые приезжали в Петербург. Поэтому действительно всё по-разному. Вы сказали про детские экскурсии. То есть это прямо вот организованная какая-то история? То есть со школами к вам ходили? Или вы сказали, так интересно, с детьми работать, да, необычно? С детьми работать я не могу сказать, что интересно. Я могу сказать, что это необычно. Это совсем по-другому. Дело в том, что я по образованию преподаватель русского языка, для иностранцев, правда, но в студенческие годы приходилось работать и с детьми. Вот я вспоминаю, когда я, в общем, сидел с репетитором, и вот не хочется быть вот этим вот репетитором, который такой злой дядька, сейчас будем смотреть модерн, там, это вот, сейчас ты полюбишь у меня вот это вот здание, сейчас вот я тебе буду рассказывать 30 минут про архитектора Лешневского, который его строил, а ты будешь меня слушать. Вот поэтому с детьми работать трудно, потому что мне их жалко. Ну, погружать вот в серьёзную информацию. Насчёт, как бы, игровой формы можно подумать, но не очень моя тема всё-таки. У меня больше работа со взрослыми. Вы сказали, что для вас это больше хобби, чем постоянная там занятость, да, работа, если я верно понимаю. Я посмотрела, у вас очень многие экскурсии, они не имеют фиксированной оплаты, что называется, да, там, вход за донейшн, что-то. За донейшн. Да, 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 сколько заплатите, да, например. А вы чем-то занимаетесь ещё, помимо экскурсий? Совершенно ничем не занимаюсь. Я занимаюсь только проектом «Русский модерн», куда входят экскурсии, поездки. Это забирает абсолютно всё моё время, и как бы это, ну... А эта история позволяет зарабатывать на жизнь? В общем, да. Просто вы сказали, когда вот мы начали с вами про фильм говорить, да, что, ну, вспоминая какие-то предыдущие истории, что там закончились деньги, например, и прочее. Бывает такое, да. Бывает это иногда очень злит, обижает иногда, да, что вот вы, значит, такие сякие, там, на моей экскурсии не ходите, из-за того, что вы не ходите на моей экскурсии, не могу никуда поехать, меня это постоянно злит. Но потом я понимаю, что надо на себя, прежде всего, злиться. Если люди не ходят на твои экскурсии, значит, надо ставить другие экскурсии. Если люди не смотрят твои фильмы, надо смотреть другие фильмы. Вот. Ну, конечно, петербургский контент интересней для людей. Но вот, понимаете, тут парадоксально. То есть, чтобы снять петербургский контент, мне достаточно открыть, спуститься, открыть дверь, спуститься вниз, достать телефон и снять дом напротив. Это очень просто. И это будут все смотреть. Я делаю иногда. Но лично мне интересно популяризировать модерн в России. Я считаю, что придет время, и как раз-таки из-за коронавирусных ограничений, и любовь к России, и даже к русскому модерну, она стала больше. И я надеюсь, что у нас получится сделать так, чтобы петербургские, московские любители стиля нашли вдохновение в провинции, и чтобы провинция потянулась к нам. То есть, сделать такой взаимный коннект. Обмен такой получается, да? И информацией, и людьми, которые будут ездить. Спасибо большое. У нас просто, Федор, время уже заканчивается, завершается. Я чувствую. Да, нам надо с вами еще слушателей наших направить, потому что я, честно говоря, когда зашла в группу ВКонтакте экскурсии по модерну, я очень пожалела, что в моих планах ближайших нет Петербурга, потому что у Федора действительно на эти новогодние праздники большое количество экскурсий, и к вам можно присоединиться, я так понимаю. Безусловно. Если вдруг кто-то едет на каникулы в Петербург, из Кировчан, то, пожалуйста, группа ВКонтакте экскурсии по модерну, ищите там Федора, записывайтесь на экскурсии, прямо можно в комментариях записываться, да? Да, так проще и удобнее. И вы где-то встречаетесь и ведете по необычным совершенно маршрутам. Я вот просто смотрю экскурсии в закрытые особняки на Английской набережной. Да, это эксклюзивчик у нас, да. Экскурсия в закрытые особняки будет такая. Да, вот та самая экскурсия, о которой говорил Федор Дворами Петроградской без использования проспектов 18 улиц. Ну куда же без нее, конечно. Фестиваль экскурсий по парадным Васильевского острова. Да, там Петроградская, Васильевская, Альминалтист, Коломна, традиционно 4 маршрута, 4 фестивали новогодних каждый год. Да, и, собственно, помимо новогодних праздников, майских праздников, когда большое количество туристов, у вас все анонсы экскурсий в вашей группе выкладываются. То есть можно просто запланировать свою поездку в Петербург и общение с Федором. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Мы на этом программу нашу заканчиваем. Будем ждать фильма. Благодарю. Спасибо. До свидания.